Начать жизнь заново – подвиг. И будь я большим чиновником, учредил бы специальный орден для сильных духом. Еще больше подвиг – бороться за жизнь во что бы то ни стало. И здесь без помощи окружающих не обойтись. Наш следующий сюжет – о мальчике Никите и его маме. Они вместе совершают подвиг каждый день на протяжении шести лет. И нужно совсем немного для того, чтобы их борьба стала легче. Резиновые мячи – любимые игрушки Никиты. Чем больше движения, тем интереснее игра. Еще год назад он был прикован к кровати и не мог даже пошевелиться без помощи мамы. Из-за редкого заболевания – тирозинемии – организм малыша не перерабатывает белок. Под запретом все содержащие его продукты – мясо, молоко, некоторые овощи и фрукты. Но это не самое страшное. Разрушилась печень, почки. Со временем начала костная деформация. Деформировались ножки, ручки. И еще есть у этого заболевания такой момент, что если совсем плохо, ну, если уже вот как он лежал у меня, то болит и кожа болит, и мышцы болят. Эти снимки были сделаны год назад. Как раз в один из самых тяжелых для Никиты моментов. В свои пять лет он выглядел не старше годовалых малышей и страдал от сильнейших болей. Спустя год Никита любит показывать совсем другие фотографии. Это не красивый, а красавица. Красавица? А что за красавица у тебя там? Мама. Мама. Любишь маму? Ага. Мама для Никиты – единственный близкий человек. Отец ушел, как только узнал о болезни мальчика. Но Татьяна не отказалась от сына. Несмотря на жуткие прогнозы врачей, поставила ребенка на ноги. Мы очень весело сейчас проводим время, потому что мы сейчас встали на ножки. Мы сейчас выходим сами на улицу пешком гулять. Практически не пользуемся. Вот мы раньше на коляске ездили, сейчас мы практически ею не пользуемся. Играем в мячики, мы с ним играем. Ну, такие уже в подвижные игры. Это стало возможным благодаря дефицитному швейцарскому препарату, достать который помогли врачи из московской клиники. Теперь необходимо продолжать лечение уже более дорогим лекарством – тирозидоном. Средство поможет Никите нормально развиваться и даже расти. Но годовой курс лечения стоит около 120 тысяч рублей. А таких денег у Татьяны нет. Их небольшая семья живет на Никитину пенсию по инвалидности и мизерную зарплату уборщицы. На другую работу женщина не может выйти. Нужно, чтобы за Никитой кто-то присматривал. А больше, чем на час в день сына с соседями не оставишь. Таня не жалуется, просто верит, что все может быть по-другому. Тем более, что лекарства от болезни, которые считали неизлечимой, есть. Не надо сильно. Не надо сильно. Упадешь. Ничем не отличаться от своих сверстников мечтает и Никита. Несмотря на свою болезнь, он очень общительный и жизнерадостный ребенок. Как и все дети его возраста, любят гулять. Правда, на улицу мама выходит с ним нечасто. Ослабленный иммунитет дает о себе знать. Никите недоступны многие детские радости. Поэтому он часто выдумывает себе игры сам. Для него даже копать лопаткой сугроб – занятие интересное и увлекательное. А ведь есть еще так много атрибутов счастливого детства. Они могут стать доступными и для Никиты. Главное, чтобы окружающие, мы с вами, хотели этого так же, как и этот малыш со взрослым взглядом. Наша программа посвящена людям, которые, вопреки обстоятельствам, живут и добиваются в своей жизни успехом. Кто-то может послужить примером в непростых ситуациях, а кто-то остро нуждается в нашей помощи. Если вы хотите помочь нашим героям или знаете тех, кто еще сильнее нуждается в помощи окружающих, пишите на наш электронный адрес. tvcsobakorinet.ru Звоните по телефону 75 22 47. Оставляйте комментарии на сайте forpost.tv в разделе «Живи, преодолевай». И будьте уверены, мы можем менять мир к лучшему.